Здравствуйте, Астамур Валерьевич. Скажите, пожалуйста, нам о вчерашней встрече и о том, как эта встреча была отображена средствами массовой информации. А вот именно об этом мы хотели еще раз сказать. К сожалению, из новостных репортажей на ТВ выпала немаловажная деталь. Первое, что бы хотелось бы нам дополнить, новостные репортажи. Уважаемым Юрием Валерьяновичем Заранди было предложено следующее, довольно действенное, принятое во всем мире антикоррупционная мера. Я ее поддержал, другие выступающие ее поддержали. На встрече присутствовали председатель контрольной палаты и министр по налогам и сборам. Участники поддержали все. Мы обратились к президенту и правительству со следующим предложением. Последовать международному опыту, вот как в России, да, реконструкция какого-либо объекта проводится. И там же табличка о том, какая фирма выполняет эти работы, кто директор и кто ответственный. То есть жители, там, я не знаю, Челова, Лахадзе и так далее, там проводка водопроводная или любая другая работа, будут знать, кто конкретно избран правительством для выполнения этих работ. И ответственность будет не только перед органами власти, но и перед населением. Это очень хорошая дисциплинарная мера, которая повышает уровень ответственности и выбора подрядчиков со стороны правительства и, собственно, подрядчика. Этот немаловажный пункт нашего обращения к президенту и правительству выпал из поля зрения новостных каналов. И мы вынуждены напомнить об этом пункте, потому что как общественности предоставят ответ власти, если власти и тоже население не услышит о том, что мы предлагаем. Это вот такое предложение было на нашем общем собрании принято. Второе. Было заявлено всеми нами о том, что мы будем проводить встречи, приглашать заинтересованные в исполнении этого закона ведомства не только Министерство по налогам и сборам, но и представителей МВД, представителей СГБ, представителей прокуратуры для отслеживания динамики исполнения закона. Эта связь с общественностью и поддержка общественности в этом вопросе очень важна для органов власти. Третий момент, который, на мой взгляд, все-таки недостаточной мере озвучен, хотя об обязательном исполнении закона говорили и Джансух Эдуардович Нанба, и Роберт Аршба, председатель контрольной палаты. Они недвусмысленно сказали об обязательности заполнения декларации должностными лицами. И мера наказания предельная сна. Это отстранение от занимаемой должности без права восстановления. Нам хотелось бы, чтобы ТВ более популяризировала эту тему и разъяснила сотням, тысячам людей, насколько важно им честно указать источники своих доходов и имущества перед народом Республики Абхазии по данному закону. Это очень важно. Я думаю, это гораздо важнее, чем какие-то тематические передачи. И вот эфир Хаммадзам, на это эфир должно хватить. Должно хватить. Это государственное дело, дело реформирования госслужбы. Это, пожалуй, единственное достижение нынешней власти, которое оно должно реализовать в полной мере. В плане настоящих, не анонсируемых реформ, а старта настоящих реформ. И третий момент, на который хотелось бы обратить внимание. Кавалер ордена Леона Джумбер Бебе поднял очень важную тему и высказался о том, что он недоволен тем, что администрация президента сознательно дистанцируется от контактов с гражданским обществом по нашей тематике. Я разделяю это мнение. У меня складывается точно такое же впечатление, что... Причем эта позиция, она контрпродуктивна для самой власти. У нас есть консультативный совет при президенте по работе с партиями, с движениями, с гражданским обществом. А зачем консультативный совет, представитель которого не может посещать встречи с общественностью, по той теме, единственной теме, по которой есть точки соприкосновения и с оппозиционными партиями. Кстати, замечательное выступление было Тимура Гуля, председателя партии АРУА. Недвусмысленное, твердое, о том, что он будет поддерживать этот закон и поддерживать будет общественность. И добьется исполнения его на практике. К сожалению, и его выступление не получило отображения в новостных редакциях. Также не получило отображение выступления Романа Амичба, Джумбера Бебия. То есть, понимаете, мы это не в плане претензий КГТРК. Мы благодарим их за проявленное интересное, что они дали эти новости в эфир. Но мы хотелось бы нам, чтобы те важные моменты, о которых мы сейчас говорим, о важности конструктивного, нормального диалога между властями и обществом прозвучали. Вот эти моменты. Это немаловажные моменты. И хотелось бы обратиться, собственно, к представителям партии, движений. Вот поблагодарить их, кто посещает эти собрания. И я бы, например, на месте вот этого консультативного совета при президенте обязательно бы использовал возможность диалога настоящего, позитивного с партиями и движениями. То есть, если вам нужен просто консультативный совет, чтобы продемонстрировать на ТВ, что вы общаетесь с гражданским обществом, это одно. А на самом деле вести диалог с обществом, это совсем другое. Вот то, что было вчера, это было на самом деле. И вот, к сожалению, в который раз эта возможность была упущена. Я думаю, сознательно была упущена. Вот и все, пожалуй, что мы хотели вам сказать. Спасибо огромное. Благодарим. Благодарим.